О чем молчат военные археологи и почему следы древних ядерных бомбардировок находятся по всему миру? Оплавленные породы, круглые воронки и различные факты в культурах разных народов свидетельствуют о древних войнах с применением атомного оружия. Об этом и о том, сколько цивилизаций было стерто с лица земли, поговорим с вами в этом выпуске. Всем привет, с вами Финимор. Следы древних бомбардировок в Индии и США Больше всего свидетельств о том, что война с применением оружия массового уничтожения была находят в Индии. Например, возле города Бомбей есть огромный кратер Лонар, происхождение которого неизвестно. Описание ядерной войны в древних индийских текстах красочны. Бог Кхургха швырнул на город Вришне и Антхан снаряд, заряженный мощью всей вселенной. От земли поднялась колонна пламени, пылающая, как тысяча солнц. Она превратила народы в пепел. Сгоревшие тела людей было невозможно узнать. Целые армии, спасаясь от огня, бросались в реки, но вода была горячей и обжигала. У чудом выживших выпадали волосы и ногти. Пищу больше нельзя было есть. Люди посещают историческое озеро Лонар площадью 113 гектаров, которое за последнюю неделю стало красновато-розовым. 12 июня 2020 года в Бултхане, Индия, по данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, озеро образовалось в результате падения метеорита между 35 и 50 тысячами лет назад. Недаром, вдохновленный красочными описаниями древней войны отец ядерного оружия Роберт Оппенгеймер, глядя на расцветающий ядерный гриб, продекламировал индийский текст. «Я обладаю мощью Вселенной, я стал разрушителем мира». В кодексах племени Майя описывается почти то же самое. Белое пламя пожирало тела людей, вернувшаяся к своим хозяевам собака облысела, а потом у нее выпали когти. Даже в сказаниях африканских пигмеев встречается упоминание страшного оружия, которое представляет собой огромный столб света до небес. Знаменитый оккультист и художник Рерих в поездке по пустыне Гоби в 1930-х годах обнаружил много камней, оплавленных высокой температурой. Осмотрев их, он пришел к выводу, что, скорее всего, в этих местах была война, в которой было применено оружие богов, о ядерной бомбе тогда еще никто не слышал. В 1932 году геодезист Патрик Клейтон, исследуя пески Сахары, недоумевал. Повсюду он находил тектиты, стеклянные образования, которые, по признанной теории, появляются на Земле в местах падения метеоритов. Одна беда, никаких следов падения небесных тел Клейтон так и не нашел. Тем не менее, тектиты были, а значит, в Сахаре была и температура, при которой они образовались, 1800 градусов по Цельсию. Только после изобретения атомного оружия стало ясно. Скорее всего, тектиты образовались во время ядерной войны, которая сама по себе могла стать причиной возникновения пустыни Сахара. Теорию с тектитами позже подтвердил инженер Альбион Харт, который однажды пересекал полигон Уайтсенд и заметил под ногами тектиты, появившиеся после ядерных испытаний. К счастью, он тоже бывал в пустынях Ливии, Сахары и Мохаве и видел там точно такие же тектиты. Тектиты были найдены и в кратере Лонера, и в пустыне Гоби. Провести параллель было несложно. С этого момента возникла еще одна теория происхождения пустынь – воздушные ядерные взрывы. Так значит, предтечь уничтожил атом? Среднеазиатские артефакты Перенесемся в Узбекистан, в древний город Мерв. Сюда в 2015 году свершил экспедицию российский исследователь-альтернативщик Николай Суботин. По официальным данным, постройки древнего цветущего города существовали четыре тысячелетия, пока город не был уничтожен татаро-монголами. Удивительно другое, здания древнего города, сложенные то ли из необожженного кирпича, то ли из леса, покрыты запекшей коркой. Камни рядом оплавлены. Вокруг пустыня. А ведь по свидетельству Страбона, царь из династии Селиквидов, Антиох I Сотер, правивший в III веке, был настолько поражен плодородностью земель Мерва, что повелел обнести ее защитной стеной в 250 километров. Российским исследователям удалось в пустыне найти целые поля, покрытые спекшейся от температуры песком. Обнаружили здесь и круглые шарики-тектиты. У исследователей было полное ощущение, что они стоят на месте не такого уж и давнего атомного взрыва. Разрушения, случившиеся в Узбекистане, схожи с тем, что были в районе израильских деревень, городов Соддом и Гаморы. Если помните по Библии, Бог обрушил на города, погрязшие в разврате, огненный ураган из горящей серы. Израильские ученые действительно нашли место, где находились эти древние поселения. Холмы Соддома и Гаморы действительно носят следы божественного оружия. Сверху они покрыты слоем пепла. Видно, что даже в глубине порода буквально кипела. Гранит в некоторых местах оказался сожжен на глубину в 5-10 сантиметров. Атомный взрыв? Нет, город действительно был засыпан серой. Ее шарики и сейчас можно найти в запекшейся породе. Удивительно, что она была модифицирована таким образом, что при горении выделяла еще больше тепла. Соддом и Гамора был уничтожен чудовищной температурой в 3300 градусов. При такой температуре камень превращается в жидкость, а металл, животные и люди испаряются. По сути, город был уничтожен напалмом. Запекшиеся мегалиты Урала и воронки по всему миру Удивительно, но следы, подобные выжженным следам от крупинок серы, присутствуют на вершинах многих уральских и сибирских мегалитов. Археологи считают их рукотворными и верят, что эти чаши наполнялись жертвенной кровью животных. Однако, рукотворность их находится под большим вопросом. Возможно, на самом деле чаши были когда-то проплавлены частицами напалма, подобно тому, каким были уничтожены израильские города. Как правило, все мегалиты, имеющие подобные отметки, сложены из-за плавленных каменных блоков, имеют следы чада, воздействия высокой температуры, а кроме этого, местами у подножья, можно найти явные следы обработки камня человеком. Это и гора Ватавара, и чертово городище в Свердловской области, и знаменитые мегалиты горной Шории. Быть может, и плюди в камень на Урале, на котором есть углубления, похожие на следы великанов, был когда-то размягчен напалмом. Все эти мегалиты удивительно схожи друг с другом, и, возможно, их создала одна цивилизация, а значит, и уничтожены они были одновременно. При обследовании земной поверхности НАСА обнаружило множество воронок, происхождение которых объяснить не могут. Все они возникли примерно в одно время, имеют разные диаметры от 1 км до 120 км. Около ста из них с тектитами диаметром от 2 до 20 км были обнаружены в Ливийской пустыне на территории Западного Египта. Создается ощущение, что кто-то прицельно бомбил определенную местность. Несколько следов от взрывов найдено в Мавритании, их диаметры варьируются от 750 метров до 2 км. В Аргентине воронки от взрывов найдены в Рио-Куарте, их диаметр от 100 метров до 5 км. На их склонах геологами найдены хандриты. Ученые считают, что хандриты могут образовываться там, где падают метеориты. Однако они образовываются и в местах ядерных взрывов. Рядом с заполненным водой индийским ланаром находятся воронки помельче. Это кратер Малаланар, диаметром 340 метров и кратер Ганеша. Найдены следы ядерной войны в Лаосе, в Казахстане, в Европе. Там найдены кратеры Рис и Штенхейм в Западной и Южной Африке. Ни в одном из них не найдено никаких следов метеоритов. Зато везде есть свидетельства огромного давления и температуры. Тектиты, идентичные тектитам на ядерных полигонах Америки и СССР. Датируют воронки по-разному. Одни ученые считают, что казахстанскому кратеру Жаманши 53 миллиона лет. Другие полагают, что ему не больше одного миллиона лет. Третьи ориентируются на слои почвы, накопленные внутри кратера, указывают, что ему всего лишь 10-12 тысяч лет. Такой же разброс происходит и по другим кратерам. Например, возраст Ланары определяют от 65 миллионов лет до 35 тысяч лет. Кратеры в Аргентине имеют возраст около 10 тысяч лет. В 10-12 тысяч лет оценивают возраст воронок и геолог Александр Калтыпин. Он считает, что иначе кратеры были бы полностью уничтожены эрозией. Возможно, на Землю напали представители иной цивилизации, и человечеству пришлось сражаться за собственное существование. Эта версия могла бы объяснить возникновение ударных кратеров только на видимой стороне Луны. На темной стороне их почти нет. Могло произойти то же самое, что происходит сейчас. Развратившееся, серебролюбивое, чванливое человечество затеяло войну друг с другом и погибло в ее огне, вернувшись к каменным топорам и пещерам. Кстати, мирдраж исследования хравинов, можно найти информацию, что вода во время библейского потопа была кипятком, смешанным с огнем, якобы для того, чтобы уничтожить грешников, которые надеялись уцелеть во время наводнения, что наводит еще на одну вполне научную версию столкновения Земли с 10-километровым астероидом, который они смогли предотвратить предыдущей цивилизации. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.